Приветствую всех на своем канале, с вами Борис Маркелов и сегодня притча о мечте. Когда Монте было 16 лет, задали ему написать сочинение о том, что он хочет, когда вырастет. Монте долго мучился и потратил множество часов на описание своей мечты. Он хотел когда-нибудь стать владельцем ранчо. Он исписал 7 страниц, описывая самых мельчайших подробностей ранчо площадью 200 акров и нарисовал план расположения всех строений, конюшен и дорог. Он даже нарисовал очень подробный план дома, который он построит площадью 4000 квадратных фунтов. На следующий день Монте отдал свое сочинение учителю. Два дня спустя его учитель вернул сочинение, поставив жирную красную двойку, приписав. Останься после урока. После уроков мальчик с мечтой подошел к учителю и спросил, почему он получал двойку за свое сочинение. На что учитель ответил, потому что такая мечта неосуществима для такого мальчика, как ты. Тебе нужно много, очень много денег, чтобы приобрести такое ранчо. А какие деньги у тебя? Никаких. Ты ведь из очень бедной семьи. Нет никакой возможности для тебя осуществить твою мечту. Она неосуществима. Вот что я тебе скажу. Ступай домой и напиши другое сочинение, в котором ты опишешь другую, более реалистичную мечту. И я тебе поставлю другую оценку. Мальчик вернулся домой и попросил совета у отца. И что он услышал? Сынок, я боюсь, что тут я тебе не помощник. Я думаю, что это должно быть только твое решение. И у меня есть ощущение, что это будет действительно важное для тебя решение. Монти обдумывал слова отца целую неделю. Наконец он вернул учителю все то же сочинение и сказал, вы можете оставить себе двойку, а я оставлю себе свою мечту. Прошло время. Монти давно окончил школу, стал взрослым. Он рассказывал эту историю и, повернувшись к группе слушавших его людей, произнес. Я рассказал вам эту историю потому, что вы сидите в моем доме. Площадью 4000 квадратных фунтов. Посреди моего ранча площадью 200 акров. А то сочинение висит в рамке над камином. Монти продолжил. Самая удивительная часть этой истории заключается в том, что два года назад летом все тот же учитель привез сюда 30 школьников, и они неделю расположились лагерем на моем ранчо. Перед отъездом учитель мне сказал, послушай, Монти, об этом я могу тебе сказать сейчас. Когда я был твоим учителем, я был своего рода вором мечтаний. Мне сейчас очень жаль, что тогда я украл множество детских мечтаний. Но я очень рад, что ты нашел в себе смелость отстоять свою мечту. Не позволяйте никому украсть вашу мечту, что бы вам ни говорили. Следуйте за своим сердцем. Спасибо за прослушивание. Субтитры создавал DimaTorzok